здравствуйте виноградари с вами снова Юрий Егорутин сегодня я вам покажу простейшую самую простую обрезку винограда проще уже некуда на примере вот этого трехлетнего куста здесь не будет никаких заморочек никаких сучков замещения только плодовые стрелки но для начала обратите внимание на куст самое интересное что эту форму можно создать на второй либо на третий год а все остальное время вы только ее будете поддерживать и эта форма куста носит название бесштамбовый видите у меня голова куста ниже уровня почвы то есть надземного штамба у меня нет многорукавный раз два три четыре пять пять рукавов веерный рукава расположены как вот части на веере и так без штамбовый многорукавный веерный куст для укрывной зоны виноградарства в моем случае под двухплоскостную шпалеру теперь давайте еще немножко об устройстве этого куста а именно одного рукава смотрите прошлой осенью у меня вырос вот такой длинный побег я его подвязал под углом приблизительно в 45 градусов к нижней проволоки а остальную часть подвязал горизонтально и сказал что вот эта часть наклонная называется рукавом а вот эта часть горизонтальная называется плодовой стрелкой вот эта наклонная часть это будет многолетняя древесина это будет запас многолетней древесины этой древесине накапливается большой запас питания и вот за счет этого рукава за счет запаса питания в этом рукаве мы вот на этой плодовой стрелки получаем хорошие урожаи и смотрите вот эту часть вот этот многолетний рукав у нас должен служить длительное время 3 4 5 6 7 8 может быть 10 лет вообще как повезет как мы будем проводить обрезку еще весной я вот здесь на изгибе оставил один побег дело в том что этот сорт у меня поздний это не мранах в прошлом году он не очень хорошо вызрел и вот часть почек не перезимовала и поэтому вот такую традиционную как я вам показываю обрезку сучком замещения мне провести в этом году не получается но если я не проведу эту обрезку на плодовое звено то никакого вреда этому кусту я и не нанесу самое главное смотрите мне удалось вот здесь из верхней части этого рукава сформировать и вырастить вот такой отличный побег который будет будущем году плодовой стрелкой при этом мой рукав за этот год не удлинился и так смотрите вот здесь проводим обрезку а вот эту плодовую стрелку в будущей весной подвязываем вот к этой нижней проволоки и вот это у нас будет новая плодовая стрелка а вот старая плодовая стрелка вместе с вот этими побегами удаляется вот такую обрезку нужно провести на всех рукавах которые есть на этом кусте ну и чтобы два раза не ходить смотрите вот в этом случае у меня плодовая стрелка получилась идеально вот там где нужно то есть длину рукава я сформировал нужную мне и вот прям в этом месте выросла новая плодовая стрелка вот с этим рукавом так не удалось и не удалось вот по той причине что я вам говорил куст поздний прошлом году не очень хорошо вызрел и поэтому вот в этих местах там где мне нужно глазки не пошли в рост но пошел глазок вот здесь из нижней части и вот когда я вам говорил что вот на нижней части будущего рукава этой весной я выщипывал все глазки при этом естественно я ориентировался на то что где-то мне нужно оставить побег для плодовой стрелки и вот оказалось что хороший побег был от достаточно низко то есть если этот рукав у меня получился уже в этом году ну где-то сантиметров 80 ну этот наверное половину меньше этом пока что нет ничего страшного то есть получается у меня рукав будет состоять из двух половин вот этой части и вот часть этой плодовой стрелки тоже будет использоваться в качестве рукава то есть длина рукава у меня все равно будет вот точно такая как и здесь но вот теоретическую часть я вам рассказал а теперь я сейчас просто проведу обрезку и покажу как эти рукава будут подвязаны в будущем году рукава и плодовые стрелки и так самую простую обрезку вот на двух рукавах я провел и давайте чтобы закрепить рассмотрим снова многолетняя древесина у меня вот она рукав а вот у меня плодовая стрелка теперь по длине вот этой плодовой стрелки как мне определить какая длина будет обрезки вот этой плодовой стрелки здесь мне нужно обратиться к этому году вспомнить посчитать сколько у меня было побегов сколько гроздей и какой у меня получился результат в данном случае рост этого куста был не очень хорошим то именно поэтому один пятый рукав который кстати вот середину куста заполнял я удалю вот на каждой плодовой стрелки мне нужно будет в будущем году по 4 побега не больше теперь следующее сорт у меня азиатский первый второй и вот здесь третий глазок плодоносить не будут и поэтому их я не считаю и добавляю еще раз два три четыре пять глазков и вот в этом месте провожу обрезку то есть в результате я обрезаю на 8 глазков вот эту плодовую стрелку этот однолетний побег при этом три нижних скорее всего что в будущем году поражает там точно не будет и вот из этих 5 которые остаются я оставлю 4 побега теперь давайте посмотрим вот на этот рукав видите многолетняя часть стала короткой а вот здесь получается что до нижней проволоки я добавил уже однолетней частью то есть на самом деле мой рукав будет немножко длиннее и я считаю что раз вот этим однолетним побегом я удлиняю вот этот рукав то вот здесь в нижней части побеги глазки будут выломаны ранней весной как только они пойдут в рост как только я увижу что вот здесь есть побеги то есть получается что обрезка и вот этой плодовой стрелки а вот приблизительно с этого места это будет уже плодовая стрелка ну тоже пять глазков то есть раз два три четыре пять шесть глазков допустим здесь все будет выщипано весной а вот из этих шести глазков я получу хотя бы четыре побега слабые тоже будут выломаны это обычная нормировка уже проводится весной и точно таким образом проводится обрезка вот тех двух рукавов которые останутся на второй плоскости ничего сложного абсолютно все просто единственное знать что нам нужно создать за первые два три года вот такую форму куста вот так как выглядит на экране куст вот это идеальная форма куста для укрывной зоны виноградарства понятно что для виноградарей которые имеют опыт виноградарстве вот в этом случае я ничего нового абсолютно не рассказал а вот для самых начинающих я думаю этот ролик будет полезным поэтому не забывайте поставить лайк подписаться и в заключении этого ролика хочу сделать небольшое дополнение которое касается одного организационного момента часто в своих комментариях вы задаете мне вопросы и вот если вы хотите наверняка получить ответ то нужно выполнить несколько правил первое тема вопросов исключительно виноград и все что с ним связано второе если вас заинтересовал какой-то момент в моем ролике то обязательно в своем вопросе укажите тайм-код этого момента то есть время полностью пересматривать ролик я не буду ну и как вы понимаете ответа вы не получите третье не нужно сбрасывать ссылки на каналы других авторов на ютубе и на других ресурсах с просьбой прокомментировать не смотреть не тем более комментировать я не буду четвертое вы всегда можете снять небольшой видео вопрос желательно максимально коротко залить на свой канал и оставить мне ссылку я всегда посмотрю если смогу то помогу а с вами был юрий егрутин до скорой встречи до свидания пока